День добрый! С вами Смирнова Ирина. И сегодня я хочу поговорить с вами об очень интересной, очень удобной, простой, бесплатной программке для скриншотов вашего экрана или ваших каких-либо документов. Называется эта программка DuckLink ScreenCatcher. Интерфейс программки перед вами, он очень простой. Здесь всего пять вот таких инструментов показаны. Первый инструмент называется регион или проще говоря область. Мы привыкли уже к тому, что делая скриншоты мы должны выделить какую-либо область. Смотрим как у нас будет происходить процесс здесь. Я кликаю по этому инструменту, у меня затеняется экран, я хочу выделить мордаху своего кота. Вот таким образом. Все, у меня появился скриншот. Что я могу сделать в первую очередь? В первую очередь я могу оформить рамку у этого скриншота. Вот я здесь сразу рядышком панель. Я выбираю, например, красного цвета и увеличиваю толщину рамы. Если мне понадобится, я эту рамку смогу залить каким-либо, какой-либо определенной заливкой. Я этого, естественно, делать сейчас не буду. Что я еще могу сделать? Я могу уменьшить величину скриншота. Я могу ее увеличить. На видеокурсор вот таким вот перекрестьем передвигаю этот рисунок. Здесь посмотрите, как только мы сделали скриншот, снизу выпадает вот такая вот панель. Ну, этот инструмент дает нам возможность еще выполнить какие-либо условия. То есть сразу переходить к еще одному, к еще одной возможности. Вот я сюда еще наложила сверху еще один рисунок, область эту. Я могу ее точно также оформить и точно также вот сейчас взять и залить. Что еще могу здесь сделать? Я могу использовать вот такой инструмент. Это инструмент у нас всевозможных рисунков на панели. Посмотрите, вот если я нажму сюда вот на эту стрелочку, то у меня появится вот такой инструмент, вот указатель, стрелочка. Посмотрите, как быстро и легко сразу появляется инструмент выделения этой стрелочки. Давайте сделаем эту стрелочку ярко-синей. Увеличим ее в размерах. Вот она появилась стрелочка. Если я захочу отменить эту операцию последней, то я нажимаю вот на эту зеленую стрелочку. Если я хочу вернуть эту операцию, то есть увеличить размеры стрелочки, я нажимаю вот на эту стрелочку. Если мне эта стрелочка не понравилась, я ее просто выделяю и нажимаю вот на этот крестик. Я могу распечатать данный скейншот. Я могу его запомнить. Это мы сделаем чуть позже. Я могу выйти отсюда. Я могу перейти опять к инструменту. Но вот здесь вот есть еще одна вот в верхней панели. То есть здесь в верхней панели, вы как видите, здесь можно не только стрелочками использовать, но, например, вот можно сделать круг. Вот я сейчас увеличу здесь круг. Рядом опять же появляется, как видите, панелька. Я выделяю кружок красный. Увеличиваю размеры. Заливаю ее, ну, например, зеленым цветом. И вот на этой панели я хочу еще и что-либо написать. Я нажимаю на вот этот инструмент текст. Щелкаю здесь. У меня появляется панелька. Ну, я пишу слово текст. Рядом с этим текстом, если я его выделю, тоже выделяется панель. Панель это помогает мне увеличить, сделать текст жирным, сделать его курсивом, изменить его цвет, ну, пусть он будет красным. Увеличить его размер. Ну, например, вот до 30. Пусть будет 30. Все. Я захотела этот текст переместить в центр. Я его вот так вот просто перетаскиваю. Теперь я решила сохранить эту панельку. То, что я сделала. Я нажимаю вот сюда. И посмотрите, у меня вот здесь вот появляется мой скриншот. Второй инструмент, который мы с вами можем увидеть, это инструмент вот такого плана. Он называется полигон. Что может делать этот инструмент? Этот инструмент делает следующее. Я ставлю точку. От этой точки провожу вот такую линию. Ломанную линию делаю вот таким образом. У меня появляется та область, которую я выделяю. Ну, например, захотелось мне сделать вот такой неправильный треугольник. Видите, каким образом появляется. Все. И с двойным щелчком я заканчиваю эту работу. И у меня появляется вот такой вот скриншот. Все остальное абсолютно то же самое. Я повторять не буду. Я просто его сохраню. Вот он сохранился на рабочем столе. Давайте мы его откроем, потому что я хочу вам показать следующее. Как видите, этот скриншот на прозрачном фоне. Это значит, что когда вы захотите свой рисунок поместить на страничку своего сайта, и она у вас будет иметь какой-либо цвет, то этот скриншот не будет выделен белым прямоугольником. А подложка этого скриншота примет тот цвет, который окрашена вашей страничкой. Закрываем. Следующий инструмент. Это инструмент... Еще один инструмент. Это скриншот экрана вашего монитора. Когда скриншот сделан, а сделан практически у вас одним нажатием кнопки, здесь появляется та же самая панель. И вы точно так же можете на этой панели показывать какие-либо свои действия или давать делать какие-либо указатели. Все. Сохраняем. Сохранение идет опять на нашем с вами рабочем столе. Вот появился, видите, полностью экран вашего монитора. Вот этот очень интересный инструмент. Для того, чтобы его использовать, я открою браузер. Потому что, видите, он используется в трех браузерах. Explorer, Firefox, Google Chrome и Word. Это Word. Его можно использовать на рабочем столе Word. Значит, что он делает? Видите, здесь показаны стрелочки, написаны скроллинг. Он может сделать скриншот длинной страницы вашего монитора. Итак, если сейчас я открою Firefox, и вот здесь у меня открыта страничка, длинная страничка, вот чтобы мне ее просмотреть, мне нужно вот так вот опустить, проскроллить ее, так сказать. Я открываю наш инструмент, щелкаю по панельке, и она начинает двигаться вниз до самого конца. Вот когда закончилось это действие, появляется панель, и я нажимаю «Сохранить файл». Сохранение опять идет на нашем рабочем столе. Давайте посмотрим, что у нас сохранилось. Вот он наш скриншот. Видите? «Сохранить файл». Полностью весь длинный, длинная наша страница. Здесь она мелкая, но я могу ее сделать еще меньше или увеличить в размерах так, чтобы мне было удобнее ее читать. Вот я ее передвигаю и читаю то, что мне необходимо. И последний инструмент, очень быстрый инструмент. Это инструмент полностью одной кнопкой, одним движением скриншотить ваш экран. То есть я нажала на кнопку, и тут же у меня получается «Save to File». Вот он появился. Полностью весь экран. Это очень быстрое действие, без редактирования. и так. Если мне надо вставить куда-либо вот этот скриншот, я просто нажимаю правой кнопкой мыши. Ну, например, вот сюда. Вставить. И вот он мой скриншот сюда встал. Я могу здесь его уменьшить размеры, чтобы он полностью встал по страничке. Вот, пожалуйста, я его поставила. Точно так же я его могу вставить, например, в текст собственной статьи на блоге. Вот такая очень удобная небольшая программа. Где же мы ее с вами можем найти? Найти мы ее можем на сайте этой программы. Вот он, адрес этого сайта. И этот же адрес вы найдете в статье. Выйдя на главную страницу, вы увидите инструкцию, как пользоваться этой программой. А чтобы закачать ее, достаточно выйти вот в эту опцию Download. И здесь у вас появится страничка закачки. Закачивать вы можете для разных операционных программ. Нам нужно будет закачка для Windows. Нажимаете на клавишу Download. И начинается закачка вашей программы. Закачка идет очень быстро. Программка очень небольшая. 5,9 мегабайт всего. Когда эта закачка пройдет, вы просто инсталируете в папке загрузки. И она установится на вашем компьютере. Удачного вам использования программы. Хороших вам и качественных стриншотов. И самое главное минимум затраты времени для этой работы. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.